Предсказуемое противостояние в Северной Европе. Статья о военном обозрении за 24 августа 2020 года. Александр Ставер. В российских СМИ все чаще появляются материалы о том, что НАТО активизируется в странах Северной Европы. Точно так же в западных СМИ примерно с той же периодичностью выходят статьи об активизации российской армии в этих районах. Такие материалы вызывают беспокойство у определенной части общества. Кто-то призывает полностью отказаться от контактов с вероятным противником. Кто-то вообще ратует за вариант заманивания самолетов, кораблей, дронов на свою территорию, чтобы уничтожать их беспощадно. Какова цель таких публикаций? Как обычно, цель меркантильна. Надо срочно выделить денег на усиление, увеличение, постройку, создание. Общество должно надавить на президента, на парламент, еще на кого-то, кто может выделить средства на реализацию планов военных. Но многое из того, что используют в своих публикациях журналисты, действительно существует. Многие планы, о которых пишут обе стороны, действительно реализуются. Главной головной болью военных сегодня становится Арктика. Реализуя программу освоения северных районов России, России превращения северного морского пути СМП в круглогодичный путь транзита грузов, Россия серьезно меняет соотношение сил и средств, которые будет можно задействовать в критический момент. Северный морской путь – это основной раздражитель США и НАТО. Практически сразу после того, как Россия заявила о начале активной работы по обеспечению круглогодичной работы СМП, западные политики один за другим заговорили о необходимости передачи этого пути в ведение международных организаций. СМП должен стать международным транзитным путем, которым смогли бы пользоваться все страны мира. На что Москва ответила согласием. Никто не против того, чтобы пользовались все, однако эксплуатация и строительство сооружений в северных условиях стоят больших денег. Да и СМП проходит по территориальным вводам России. Значит, за использование пути надо платить. Ведь никто не против платить за проход, например, Панамского канала. Запад на такую постановку вопроса не согласился. Договориться на других условиях у Запада и России не получится. Позиции наши, как и позиции американцев и европейцев, неизменны по простой причине. Обороноспособность России, США и НАТО. Никто не согласится на добровольное ухудшение собственных позиций. Таким образом, альянсу остается только одно. Поставить СМП под полный контроль с помощью всех имеющихся в их распоряжении средств слежения и обнаружения. Северная Европа, как плацдарм НАТО. Страны Северной Европы всегда использовались войсками НАТО для организации пунктов слежения за советскими, а потом и за российскими кораблями Северного флота. Имея мощную группировку подводных лодок, Северный флот мог практически контролировать не только Север Европы, но и Атлантику и даже побережье США. Поэтому системы обнаружения кораблей в этом районе вполне объяснимы. Кроме этого, на территории именно Северной Европы были обустроены порты, которые используются для пополнения запасов кораблей, несущих службу на границах с Россией. Отсюда и следующий шаг – строительство аэродромов для использования разведывательных самолетов в случае необходимости. Как видите, ничего экстраординарного НАТО не делает. Вполне логичные шаги против потенциального противника. Однако после начала российской программы освоения Арктики в командовании блока началась реальная паника. Разведывательные корабли Норвегии и НАТО явно не справляются с поставленными задачами. Контроль всего СМП с их помощью установить не удалось, да и системы противодействия в России достаточно мощные, чтобы блокировать корабельные системы слежения. Отсюда и активизация разведывательной авиации. Сегодня практически не проходит месяца, когда российские истребители-перехватчики не отгоняют самолеты Норвегии или НАТО от границ России. Ну и второе вполне логичное решение – строительство стационарной станции слежения непосредственно вблизи российских границ. Наиболее перспективные места для такого строительства находятся опять же в Северной Норвегии. Станцию слежения строят сегодня на острове Вардио. Это элемент системы обнаружения ракетных пусков станции «Глобус-3». Она позволит отслеживать наши ракетные пуски, в том числе и испытания новых ракет почти по всему СМП и следить за европейской частью России практически на всю глубину. При этом сохраняется приоритет авиаразведки. База разведывательных самолетов и дронов модернизируется. Такие работы сегодня ведутся на аэродромах Бардуфос, Эвенес, Банак, Эрлан и Рюге. Гораздо хуже обстоят дела с сухопутными войсками НАТО в регионе. Те батальоны, которые сегодня находятся в Норвегии, практически не решают задачи обороны. Это скорее батальоны охраны арсеналов НАТО для обеспечения быстрого развертывания сухопутных частей. Арсеналы сегодня хранят вооружение и боевую технику, которой хватит для развертывания двух бригад. Попытка проиграть высадку десанта с материковой части Европы в 2018 году в ходе учений, когда более 50 тысяч военных отрабатывали активную оборону, показала командованию НАТО полную бесперспективность такой обороны. Большинство подразделений поставленные задачи не выполнили. Результатом таких выводов стало решение о строительстве нового терминала для атомных подводных лодок США как гаранта безопасности Норвегии. Правда, строить новый терминал не стали. Решили переоборудовать уже существующий портовый терминал Гротсунд. Зачем это нужно Норвегии? Понимание того, что усиление активности военных НАТО в Северной Европе, в частности в Норвегии, ведет к риску быть уничтоженными в первые минуты возможной войны, у норвежцев есть. Даже несведущими в военном деле человеку понятно, что такие объекты, которые построены или строятся на территории этого государства, будут уничтожены в первую очередь. Величина самой Норвегии подсказывает, уничтожение военных объектов равняется уничтожению государства как такового. Мне кажется, что вопрос о возможной войне в Норвегии стараются не поднимать умышленно. Скорее всего, там не верят в саму возможность войны или в то, что после такой войны вообще сохранятся хоть какие-то государства. А вот то, что будет достаточно серьезная война за Арктику, верят. И в этой войне Норвегия будет противостоять России. Норвежцы хотят использовать американцев как своих союзников именно в этом противостоянии. В экономической войне за ресурсы Арктики и за СМП. Что же, интересы США и Норвегии в этом вопросе совпадают. Американцы пытаются вытеснить Россию с рынков Европы, но понимают, что самостоятельно заполнить европейские страны товаром им не под силу. Если раньше решению этой проблемы мог помочь Китай, то сегодня КНР тоже враг. Вот тут и помогут углеводороды Норвегии, добытые в Северном море. Если это предположение верно, то в ближайшие годы следует ждать усиления военной и политической активности США в этом регионе. Американцы пытаются давить на правительство Норвегии с целью превратить ее в еще одну Польшу. Но для внутриполитической кухни этой страны это очень сомнительное мероприятие. Вместо выводов. В последние годы резко повысился интерес к Арктике. Причем интерес этот не только экономический, но и военный. Арктика становится местом, где сталкиваются интересы сверхдержав. Местом, куда стремятся многие страны. Однако похвастаться технологиями, которые работают в условиях Севера, могут лишь несколько из них. Те же американцы, которые по праву гордятся своей экономической мощью, в Арктике выглядят как дети. Интерес к Арктике приведет к противостоянию между сверхдержавами по различным вопросам. Однако в деле освоения Севера Россия сегодня обогнала большинство других государств на десятилетия. Поэтому реагировать на копошение возле наших северных границ необходимо спокойно. Делать свое дело, реализовать свои планы. Не надо поддаваться на провокации. Все эти учения, стройки, заявления политиков нужно просто купировать, не паниковать и отвечать быстро и дорого. А спокойно давать понять, что на слабо нас сегодня не возьмешь. Александр Ставер. Предсказуемое противостояние в Северной Европе.